Друзья, привет вам! Между двух обновленных кроссоверов Volkswagen Tiguan. И это самое время для того, чтобы загадать желание, когда же нам объявят цены на них и когда в Калуге стартует производство. Увы, сейчас дать вам ответы на эти главные, по сути, вопросы я не могу, потому что нет такой информации. Но я знаю, что многие из тех, кто желает купить эти автомобили, они ориентируются на 8 декабря. По слухам, именно тогда у нас появится вся информация. И вы знаете, я пообщался с представителями Volkswagen Group Rus, я думаю, что вы правильно ориентируетесь на эти даты. Ну а пока, давайте пробежимся вокруг, я вам расскажу, что приобрел Tiguan, а чего все-таки он так и не получил. Прежде всего, отвыкайте от привычных названий комплектации. Trendline, Comfortline, Highline, Sportline, все это осталось в прошлом. Теперь машина называется по-другому, Respect, Status, Exclusive и на вершине гаммы R-Line. У нас сейчас представлены две верхние комплектации. И, естественно, сразу же, что бросается в глаза, это новая оптика. Здесь у нас самый дорогой вариант, линзованные светодиодные фары. В базовых версиях будут рефлекторные, они оформлены чуть проще. Там, например, нет бегущих таких поворотников. К сожалению, как вы можете видеть, на бампере нет крышки омывателя даже за доплату. Tiguan его не предлагает, в отличие, например, от новой Octavia. К тому же, не все функции этой оптики реализованы, потому что она не может, как матричные фары, которые мы привыкли называть матричными, к примеру, затенять встречные или попутные автомобили, но при этом все вокруг высвечивать именно дальним светом. Это связано с тем, что у этого автомобиля просто нет камеры, которая может следить за обстановкой на дороге. Кстати, еще один минус такого решения, это то, что Tiguan так и не получили, ну, такого квази-автопилота, да, Prediction ACC, как называется эта опция, P-ACC, то есть активный круиз-контроль с возможностью движения след за впереди идущим автомобилем. На российских машинах официально его нет, но я знаю, что даже на дорестайлинговых Tiguan эту опцию можно было прошить, поэтому дерзайте. Многие из вас интересовались, будут ли у рестайлингового Tiguan версии с оффроуд бамперами, со скошенным углом, но нет. Вот это базовый бампер, он будет практически на всех машинах, а если вы хотите заказать пакет R-Line, то вот так будет выглядеть внешность автомобиля. И вы знаете, мне очень нравится этот R-Line. Здорово, что его можно заказать не только с самыми мощными моторами, а значит машина будет дорогой, но и с двигателем 1.4, такой обвес тоже доступен. Этот автомобиль у нас в особой серии Black Line, который отличается от обычных R-ок черными колесами, черными рейлингами, в общем, все-все-все черное. К сожалению, опять-таки, R-Line доступен всего лишь в двух цветах, черном и белом. Это связано с особенностями производства в Калуге, потому что красить его отдельные детали, например, крупный спойлер на пятой двери, еще некоторые элементы в другие цвета, к сожалению, производственная линия пока не позволяет. Обновленный Tiguan получил и обновленную эмблему, теперь она такая плоская, за ней прячется радар активного круиз-контроля. Давайте все-таки вернемся к коричневому автомобилю. Кстати, обратите внимание, это новый цвет, и с ним отлично сочетается такой же новый цвет интерьера, который тоже бывает коричневым. Это мне понравилось. Из того, что вы хотели, но, к сожалению, не получили. Адаптивные амортизаторы. У нового Tiguan их не будет, только пассивные стойки, причем точно такие же, как и были, а это значит, что проблема с буханием на отбой при съезде с лежачего полицейского, скорее всего, останется. Зеркала заднего вида наружные, они без автозатемнения, увы, да. Ну и пойдемте назад, потому что, ну, приятнее, на мой взгляд, стал выглядеть Tiguan. Мне нравятся новые задние светодиодные фонари, которые очень похожи на детали от более старшего Touarego. А вот идея писать название модели вместе с эмблемой, ну, дизайнерский ход, не знаю. Мне кажется, что получилось как-то мелковато, кучновато. И, к сожалению, сколько ни взмахивая здесь ногой под бампером, дверь багажника не откроется. Этой функции не появилось, но есть возможность заказать вариант Easy Open, когда здесь будет две кнопки, и, допустим, вы идете в багажник, чтобы что-то взять, заранее свободной рукой нажимаете кнопку Easy Open, берете в обе руки вещи, и крышка поймет, что как только вы выйдете из-под нее, она начнет закрываться. То есть вам не надо будет отдельно нажимать на нее. Вот такая вещь. То, что здесь за крышкой осталось таким же, как и было, приятная отделка, подполье с запаской-докаткой. Это здорово. И да, важная особенность, давайте я еще раз подниму чуть-чуть повыше крышечку. Это камера заднего вида с омывателем. Здесь, к счастью, все осталось, как и было, но все же, еще раз повторюсь, дайте нам омыватель фар. Внутри Tiguan изменился точечно, но с точки зрения концепции очень важно. Я не буду садиться внутрь, потому что здесь просто не хватит освещения, вы меня не увидите, даже несмотря на то, что сохранилась, к счастью, у Tiguan панорамная крыша со сдвижной большой секцией. Итак, в версии R-Line уже с завода у руля будут сенсорные клавиши. Можно, вот, например, вводить по строчке регулировки громкости или нажимать. Есть у них обратная связь. На мой взгляд, классические клавиши удобнее. Они остались у всех остальных версий. Еще из нового. Это мультимедийная оболочка MIB3. Тоже стало чуть-чуть все по-другому. Я бы не сказал, что она как-то всерьез изменилась. По-прежнему тут заметны некоторые задержки. То есть, по самым современным меркам, эта мультимедия, ну, выглядит достаточно устаревшей же, архаичной. Но, как вы знаете, это Volkswagen Audi, и можно сделать все, что угодно. И еще одна мелочь в духе времени. Это возможность настраивать цвет настроенческой подсветки. Раньше он был, к сожалению, без возможности выбора. Теперь, пожалуйста, 30 цветов на любой вкус. Мне, кстати, эта фишка всегда очень нравится. Очень важное изменение – это сенсорный блок регулировки климат-контроля. Здесь никакой обратной связи нет. Ты просто нажимаешь на эти клавиши или вводишь по полоске. Все это работает и в перчатках, работает хорошо. Действительно классно откликается на нажатие. Поэтому, если вам нравится, почему бы и нет? Причем важная вещь. Даже на дорестайлинговые машины можно было поставить такой блок неоригинальный, заказать его на Алиэкспресс, например. Вся эта история обходилась примерно в 10 тысяч рублей. Поэтому кто-то уже обновил свои Тигуаны до состояния рестайлингового. То же самое и с новым рычагом коробки передач. Вот такой он теперь с подсветкой. Его тоже можно было заказать прежде. И что еще интересного выяснилось благодаря внимательному разглядыванию интерьера? Посмотрите, на этом рычаге вместо спорт-режима здесь символ, буква B. Возможно, она означает быстро. Вот прямо сейчас у меня нет этой информации. Надеюсь, на момент выхода ролика мы узнаем, что же такое B. Потому что в черной машине R-Line там обычная S. И дадим вам титр, какое-то пояснение. Но вот пока вот такая интересная штука. Но жаль, что с рестайлингом Тигуан лишился удобных откидывающихся столиков, которые были вот здесь и были так приятны для задних пассажиров. Увы, теперь они переведены в разряд аксессуаров. А на замену вот такие кармашки для гаджетов. Приборы здесь дорогие, рисованные. Они не изменились. Единственное, что можно карту навигации растягивать практически на весь экран. Ну и еще давайте вспомним, что же у Тигуана под капотом. Набор силовых агрегатов вообще никак не поменялся. Доступны два двигателя, оба бензиновые. 1.4 Turbo в двух версиях 125 и 150 лошадиных сил. В паре с шестиступенчатой коробкой передач DQ250. Роботизированная, преселективная. И мотор 1.8 Turbo тоже в двух вариантах форсировки. 180 и 220 сил. Там уже идет семиступенчатая коробка DQ500. И только посмотрите, очень важно. Тигуан остается верен традициям. В отличие от новой Skoda Octavia, здесь сохранен знаменитый шарообразный расширительный бачок. Фамильная черта всех автомобилей Volkswagen Audi уже, наверное, три десятка лет. Вот такой аккуратный вышел рестайлинг, или скорее даже фейслифтинг, потому что лицо действительно чуть-чуть подтянули. Жаль, что у меня сейчас нет информации о ценах, но будем надеяться, что рост цифр в прайс-листе будет соответствовать росту потребительских качеств, а не опережать его. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал Авторевью и увидимся. Авторевью и увидимся.